Доброе утро! В эфире Радио Болтком, программа «Без антракта». Я ведущая Евгения Шерменева. Мы сегодня идем в записи. Режиссер, я надеюсь, что Евгений Копеин в студии сидит, который помогает это все запустить в эфир. И сегодня у меня разговор с программным директором фестиваля в Пскове, Пушкинского фестиваля театрального, Андреем Пронином, театра «Ведом», с которым я познакомилась когда-то в Петербурге на фестивале «Прорыв», на котором мы познакомились давным-давно. Ну, у меня ощущение, что еще раньше как-то мы познакомились, но да. Да, я была гостем на фестивале «Прорыв», где Андрей тоже много лет уже его собирает, работает, это одно из его детищ тоже. И я хочу рассказать вам сейчас про Пушкинский фестиваль в Пскове, потому что, на мой взгляд, сейчас самый повод об этом поговорить там с вами. Во-первых, в этом году этот фестиваль можно смотреть онлайн. Я давала анонс на этот фестиваль в газете «Новая газета Балтия». Сейчас мы поговорим, у вас же сейчас экватор, да, если можно так говорить, у вас примерно середина фестиваля. Примерно да. То есть еще можно застать какие-то спектакли, о которых мы можем поговорить впереди. Ну, мы вещаем до 9-го числа, так что 9-го июня. Вот, так что у нас уже много времени, да. И вторая причина, по которой я очень хочу сегодня об этом поговорить, все-таки Псков, он недалеко от столиц Балтии. И от Риги недалеко, и от Таллина недалеко. И, естественно, недалеко и от каких-то более приграничных территорий Балтии, где тоже живут люди, интересующиеся театром. И я очень надеюсь, что когда кончится вся эта история с коронавирусом, и границы опять будут пропускать людей в обе стороны, и в следующем году будет снова фестиваль в Пскове, что будет повод собраться и поехать с КОВ на несколько дней, чтобы посмотреть вашу программу, которая будет уже вживую, я надеюсь, в следующем году. Ну, в Ригу псковичи ездят регулярно и очень часто. Поэтому обратно тоже надо. Обратно тоже можно, да. И стоит, стоит того. Итак, давай тогда поговорим о том, что вообще такое фестиваль в Пскове. У него же очень длинная история. В этом году уже 27-й. 27-й ежегодный театральный фестиваль. Фестиваль этот был создан в начале 90-х. Рецептором Владимиром Эммануиловичем. Это такой видный театральный деятель российский, актер БДТ в прошлом. Ну, он помимо того, что играл у Товстоногова, он еще всегда как-то занимался своими личными творческими проектами. А помимо прочего, интересовался историей литературы. Интересовался историей русской литературы, интересовался Шекспиром, много чем. И вот как-то на стыке филологии и театра родились его, значит, какие-то уже личные творческие студии, которые выросли в конце концов в самостоятельный театр, который существует сейчас в Петербурге. Это Пушкинский театральный центр. А в Пскове он в начале 90-х оставал в Пскове и Пушкинских горах фестиваль по аналогии с шекспировскими фестивалями, скажем так. То есть для него Пушкин – это такой русский Шекспир. И существует, по его мнению, некий особенный театр Пушкина, который он и презентовал, и, значит, развивал на этом фестивале. Я думаю, что Владимир Эммануилович сейчас не очень доволен тем, что на фестивале происходит. Но, надо сказать, что ему хватает корректности не делать никогда никаких публичных заявлений на эту тему. Там дальше была сложная история. Кто именно, значит, с рецептором некрасиво поступил, я говорить не буду. Там есть разные гипотезы. Был один период, когда Василий Есенин руководил этим фестивалем. Фестиваль довольно ярко при нем существовал. Андрей, я сейчас прерву на секунду, чтобы объяснить, кто такой Василий Есенин. Это молодой режиссер, который получил художественное руководство Псковский драматический театр. И таким образом и руководил и театральным репертуаром, и также тогда начал руководить и вот этим фестивалем. Да, и фестивалем. После этого фестиваль стал частью репертуарной деятельности, художественной творческой деятельности Псковского театра драмы. Правильно я понимаю? Да, но он и до этого был довольно плотно с театром связан, потому что в фестивале принимал участие тогдашний худрук театра многолетний Вадим Иванович Радун. Они были приятелями с рецептором, поэтому театр всегда как-то к фестивалю к этому был плотно привязан. Ну а в какой-то момент, да. Андрей, еще задам вопрос, ну чтобы просто тоже такой вопрос из моего театрального прошлого. Ведь фестиваль раньше проводился немножко в другое время, если я не путаю, потому что я помню, что мы ездили в Пушкинские горы и в Псков со спектаклем «Борис Годунов», который поставил Олег Николаевич Ефремов во Мхате, это был 95-й год, мы ездили в феврале. Совершенно правильно. Я поняла. Мы просто не можем получить подтвержденного федерального финансирования. Понятно. И тот прошлый фестиваль, который мы провели вот в прошлом году, ну он уже проводился на такие копейки, что просто это было обидно. Да, это была профанация фестиваля, лучше его перенести и сделать в полном объеме, чем делать в каком-то усеченном варианте. Да, да, да. И в этом году мы его перенесли на май, но вот получилась такая неприятная коронавирус. Хотя мы его тоже не убиваем, то есть мы надеемся, что в каком-то виде мы проведем 27-й фестиваль осенью. Скажи, да, скажи, пожалуйста, Андрей, значит, вы сейчас программу принципиально сделали двойной. Вы сейчас, чтобы сохранить сроки и анонсированный период фестиваля, делаете онлайн-показы участников. И я так понимаю, что эта программа больше, чем была предложена изначально для реального показа. Ну тут практически нет, примерно 90% спектаклей, это те спектакли, которые не смогли приехать в Псков по тем или иным причинам. И вторая часть, это та, которую вы планируете перенести и показать осенью. И это будут уже реальные показы в Пскове на территории города, я так понимаю, что и в театре выиграете, и где-то еще на других площадках. Ну это, судя по всему, будет только в театре. Он, конечно, будет такой компактный, но к нам собирался приехать театр Вахтангово с Пиковой дамой, театр на Малой Бронной со словом у полку Игорева Кирилла Вытоптова. Я давно очень мечтаю показать театр около Пскове. И Магадан Кабаре мы собирались привезти. И несколько пушкинских спектаклей. Из Петрозаводска спектакль Яны Туминой, из Краснодара, значит, спектакль Костя Солдатова «Пиковая дама». Надеюсь, что это у нас получится. Ну, то есть для меня сейчас и для меня имеет смысл продолжить какие-то связи с вами, чтобы лучше, если этот фестиваль будет, чтобы мы могли предупредить людей, люди знали, что, например, на спектакле Юрия Погребничка, театр около, который ты упомянул, просто здесь у меня в программе без антракта был Улдис Тиранс, который очень много говорил о том, что для него одним из самых важных театров, который вообще изменил его отношение к театральному искусству, это является театр около и режиссер Юрия Погребничка. И каждый раз, когда он приезжает в Москву, он идет смотреть его спектакли, и каждый раз для него это продолжается то же самое чудо. Поэтому я хочу сейчас в поддержку того разговора сказать, что вот вы можете увидеть это чудо, не обязательно поехав в Москву, а если все сложится хорошо, то, пожалуйста, в Пскове осенью на вашем фестивале. Ну, в России, да, да, есть два великих режиссера, это Васильев и Погребничка. Других великих режиссеров такого масштаба нет, по моему мнению. Вот. Что касается незаконченной моей речи о судьбе фестиваля. Фестиваль мы, конечно, переформатировали в последние годы. Просто вот есть, да, один маститый критик, который любит повторять, что нет фестивалей хуже на свете, чем шекспировские, просто потому, что они закованы в панцирь вот этого формата, да. Ведем не хорошие спектакли, а спектакли по Шекспиру. Мы расширили его до темы «Русская классика» на современной сцене. Потому что действительно набрать каких-то хороших по-настоящему спектаклей по Пушкину, а не вести балласт, да, один какой-нибудь по-настоящему хороший спектакль и три-четыре плохих, ну, жалко на это тратить, конечно, и свою жизнь, и зрительское время. Поэтому мы его несколько расширили. То есть у нас всегда в фокусе Пушкин, но помимо этого есть и другие какие-то произведения русской литературы, да, хрестоматийные, а с прошлого года мы добавили еще один спектакль по современной просьбе. Ну и тема фестиваля – это то, как вот эта вот классическая хрестоматийная литература преломляется языком современного театра. Скажи, пожалуйста, а вы же делали свою продукцию на фестивале? У нас продукция своя – это продукция Псковского театра «Драма». Да, но она сделана там специально под фестиваль была, насколько я помню, там, да, Дмитрий Волкострелов делал по нижегородским грамотам это в рамках вашего фестиваля? Нет, это не в нами, это они сами делали. Извини. Нет, у нас… У нас Дима был участником фестиваля, действительно, но как-то все ограничилось тем, что он посмотрел, походил, ну и как-то мы наше сотрудничество пролонгировали на будущее, и как-то будущее затянуло. Андрей, скажи, пожалуйста, а как фестиваль влияет на развитие театра Псковского, драматического? Вот то, что привозятся спектакли, приглашаются на спектакли режиссеров, у вас потом как-то получается с этими режиссерами, например, выстраивать долгосрочные отношения на будущее именно на Псковский театр, на развитие Псковского театра? Ну, играет в том плане, что это, конечно, сразу, да, артисты, посмотрев все это, и зрители, они каким-то образом, да, вводят это в копилку. То есть, если это побывало на Пушкинском фестивале, оно уже легитимировано, условно говоря, да, и, конечно, это сразу расширяет какие-то творческие возможности, потому что, конечно, совершенно, когда ничего люди не видели, они всего пугаются, это понятно. А чем больше в городе бывает каких-то театральных ярких событий, тем более, значит, становится широкий кругозор местного зрителя и творческого деятеля. Мы проводили на фестивале два года подряд лаборатории, и из этих лабораторий рождались какие-то спектакли, которые, значит, в качестве эскизов там были показаны. Например, вот «Гробница малыша Тунхамона», спектакль Лизы Бондарь, это, кстати говоря, первая европейская постановка пьесы Оливии Дюфо, это родилось именно из лаборатории Пушкинского фестиваля. В этом году мы выпустили спектакль «Нави Валырк. Капитанский сын», тоже из эскиза на лаборатории Пушкинского фестиваля, первая постановка пьесы Олега Михайлова, драматурга из Украины. Надеемся, что после вируса Айрата Бушахманов, чью Зулейху из Уфы мы показывали на фестивале как раз позавчера, выпустят у нас «Пленные духи» и «Субратьев Пресняковых». Эскиз был замечательный, там зал стоя аплодировал пять минут. Ну и она в тему у вас, да, «Пленные духи». Это легендарный спектакль «Центра драматургии» режиссуры был когда-то, который поставил Владимир Агеев. Она совсем у нас в тему, потому что Любовь Менделеева играла в Пскове в театре, но, правда, не в нашем тогда. Она играла в одной из таких полусамодельных студий, но, значит, все равно играла. Скажи, пожалуйста, а если мы сейчас вернемся к тому формату онлайн, который сейчас у вас, ну, как бы уже неделю как идет, и были показаны очень интересные спектакли, и многие театральные критики анонсировали, что они будут именно смотреть вашу онлайн-программу и потом ее как-то анализировать, и анализировать тот показ спектаклей, который у вас есть. И это же удивительные возможности. Вот на прошлой неделе вы показывали же спектакль «Наводнение». Да, «Наводнение». По «Набокову», да. По «Замятину». По «Замятину» в установке русского театра «Зулан-Удэ». То есть представить себе, что ты когда-то туда попадешь и увидишь, это довольно сложно. Но вот с нашим нынешним бюджетом привезти спектакль из «Улан-Удэ» невозможно. Я пытался, потому что в «Улан-Удэ» интересная театральная жизнь, но и их министерство тоже говорит, у нас нет денег. Там где-то надо полтора миллиона. Ну, понятно. Просто даже вообще как бы представить себе это расстояние, и ты уже понимаешь, что это довольно проблематично, вытащить большой театр из другой стороны мира, на самом деле, да, по ту сторону, не просто уральских гор, а и там трех рек уже сидит. Девять часов разницы. Да, вот. Я хотела вот что спросить. Что еще впереди, что вот у вас был «Желдок», у вас был Сергей Левицкий из «Улан-Удэ», у вас был «Желдок» из «Петербурга». Что впереди есть, что можно было бы посмотреть людям, независимо от того, где они находятся, потому что онлайн-показы – это, возможно, для всех. Что у вас впереди? Вот какая программа впереди в ближайшие дни, вот до 9 июня? Ну, все спектакли не назову. Конечно, понятно. Потому что… На сайт можно. Да, 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 pushfest.ru. Каждый день что-то, и это неплохие спектакли. То есть, там, конечно, да, спектакли разные. То есть, я все-таки не забываю о том, что этот фестиваль, он изначально адресован псковскому зрителю. Поэтому забить его одним каким-то лютым арт-хаусом, да, который интересен высоколобым критикам, тоже было бы неправильно. Поэтому там примерно чередуются спектакли какого-то экспериментального толка и спектакли более мейнстримовские, которые широкому зрителю, страждущему сюжета, фабулы, катарсисы и так далее, костюмов красивых, там они тоже есть. Вот. Поэтому разнообразная достаточно программа. Я обратил бы, конечно, внимание на закрытие фестиваля, на спектакль «Не крошуся» Борис Годунов. Но сейчас вот после кончины «Не крошуся» как-то уже иначе мы стали смотреть. Удивительным образом, да, смерть, она меняет оптику, и это все воспринимается уже априори, да, как что-то такое вот шедевральное, да, связанное с этим, значит, айсбергом таланта «Не крошуся». Удивительно, но как-то стало все это легче смотреться. То есть мне «Не крошуся» там, когда я только начинал его смотреть, казался очень мрачным. Сейчас я вижу, как там много юмора, как много легкости такой-то моцартовской в том, что он делает. Можно я уточню? Это спектакль, поставленный в литовско-национальном драматическом... Да, 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 в 2014 году. Да, я просто к тому, что для стран Балтии есть возможность потом еще и поехать, когда откроется театр, но театр откроется тоже не скоро, а только весной следующего года, после ремонта большого реконструкции. Но просто имейте в виду, что... Он продолжает там идти... На других площадках, да. Да, спасибо им огромное, что они нам дали такую возможность этот спектакль показать. Вот, и вообще спектакли «Не крошуся» еще существуют и в Литве, и вот сейчас был показ онлайн «Каллибулы», который был поставлен в «Театр нации». Да, когда-то был тоже сейчас в доступе спектакль онлайн. Ну, там практически, по-моему, шесть его спектаклей лежат. Если покопаться, там шесть его шедевров прямо вот всегда в стационарном интернете лежат. Да, да. Вот. Я обратил бы внимание на спектакль Евгении Сафоновой «Пиковая дама. Игра». Это тоже совсем новый спектакль, поставленный в «Театре Ленцовета». В Петербурге. В Петербурге, да. Евгения Сафонова – это такая яркая, современная постановщица, очень своеобразная. Чем-то она похожа на Терзопулоса, чем-то похожа на Уилсона, чем-то похожа на Герберта Фридша. Но она как художник же еще работает. Мне кажется, у нее очень такой серьезный визуальный взгляд на театр вообще. Она образами такими мыслит, яркими довольно-таки. Это занимает у нее большую часть ее постановок. Конечно, конечно. Но тут еще, конечно, то, что вот она с Сергеем Илларионовым в «Пиковой даме» работала, там виден его еще почерк. Это такой немножко какой-то квир-оттенок там есть в этом спектакле. Но эта история, такая, значит, «Пиковая дама», рассказанная очень странными фриками, рассказанная как некая компьютерная аркадная игра с элементами психоделии. Всем советую. Особенно тем, кто забыл вообще, что такое «Пиковая дама». Хорошо верно. Тем, кто забыл, что такое «Пиковая дама», можно посмотреть, скажем, спектакль Андрея Сидельникова из Новокузнецка, где все довольно это близко к тексту рассказывается. Но там тоже есть какие-то режиссерские шутки неожиданные. Да, там, например, пеногвардейец Нарумов превратился в мистер Атрололу. Понятно. Скажи, пожалуйста, а вообще вот, если сказать, география вот этого онлайн-фестиваля, она у вас какая? Она вот от Улан-Удэ, которую мы упоминали, и у вас есть с театра же еще и с... У нас была Финляндия, у нас вот сегодня Израиль, у нас «Эстония», спектакль российского режиссера Алексея Писегова, Алексея Каренина. У нас «Башкирия», два спектакля из «Башкирии» и спектакль Антона Федорова «Глумов». Это один из самых сильных спектаклей нашего фестиваля. Я советую всем его посмотреть. Это такая восходящая звезда российской режиссуры. В «Гоголь-центре» сейчас он выпустил «Петровой в гриппе», «Ревизора», «Вся Треолкова». У нас есть Коми-Пермятский округ, например. То есть вы фестиваль, который может себе позволить сейчас, пусть онлайн, но показать просто то, что происходит на самом деле в региональной России, в том, что театр в региональной России живет и развивается, несмотря на все крики о том, что театр кончается. Нет, он живет. Театр в региональной России очень хорошо развивается. Я как раз горжусь тем, что мы этот вот региональный компонент стали поднимать с момента, как я стал фестивалем заниматься. Потому что, конечно, да, местный зритель, он хочет Москву. Это понятно. Да, конечно, спектакли каких-то, театров из регионов, они хуже продаются. Но очень хочется именно показывать театры из российских регионов, потому что бум, в общем, театральные переживают многие регионы России. И очень много интересных режиссеров там появляются, те, которые не могут, могут реализовать какие-то свои идеи. Да, стало вполне в ходу, стало модно поехать именно в провинцию и там что-то сделать. И какие-то мертвые совершенно регионы, да, в которых, значит, ничего не происходило, а была косность, стали оживать. То есть мне трудно, но я не назову там Краснодарский край мертвым регионом, не хочу его обидеть, да, но это все равно был очень такой тяжелый для внедрения каких-то театральных инноваций регионов. А как там закипела театральная жизнь в последние годы? Там появился один из самых ярких независимых театров, один театр, который, кстати говоря, без государственных субсидий несколько лет умудрялся прожить на самоокупаемости, что вообще удивительная история. И причем и директор этого театра, и главный режиссер этого театра умудрялись при этом бегать в массовке, будучи актерами Краснодарской драмы. И играть по два, по три спектакля в этом ангаре одного театра. Что уж там будет с ними сейчас, не знаю. Очень я за них переживаю. У нас программа не длинная. Спасибо тебе большое, Андрей, что ты в таком жестком режиме проведения фестиваля, когда у тебя каждый день какие-то события происходят, выделил время, с нами поговорил. Я обращаю внимание всех слушателей, что сайт фестиваля это... Андрей, назвай. pushfest.ru Pushfest.ru Pushfest. Pushfest. Пушкин, как Пушкин, и фест, как фестиваль. pushfest.ru Заходите, смотрите, там есть объявление онлайн-показов. Мне кажется, что до 9 июня вы можете еще выбрать что-то, посмотреть, что вам интересно, и понять, что действительно региональный театр в России это особенное событие на сегодняшний день, мне кажется. И это происходит именно потому, что и фестиваль «Золотая маска», и ваш фестиваль, и многие другие фестивали, и очень много уделяется внимания национальному театру, ну, хотя бы, да, там, внутри профессионального сообщества. И очень многое было сделано и театром нации, которые занимаются театрами малых городов, фестивалем малых городов. То есть очень много работы проводится именно в том направлении, чтобы не только в столицах России жил и развивался театр, чтобы появлялись интересные события и в других городах. И вот фестиваль «Пушфест» в Пскове, Пушкинский фестиваль, который в этом году уже 27-й по счету, уже такая история. Еще три года, и вы будете праздновать юбилей. Обязательно надо это сделать. И я вам очень рекомендую не пропустить какие-то показы и вот обратить внимание на то, что сказал Андрей Пронин, художественный руководитель и программный директор Пушкинского фестиваля в Пскове. Спасибо большое, Андрей. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. До встречи. Всего хорошего.